Ну что, дорогие друзья, всем добрый вечер. Я очень рад видеть, что много людей сейчас находятся онлайн. Я очень рад тому количеству сообщений, которые я получаю со всей страны. Сообщения о том, что нужно что-то делать. Страна просыпается. Несмотря на всю пропаганду телеканалов режима, я вижу серьезную активность в районах. Люди хотят выходить на улицы, люди хотят отстаивать свои права, люди устали от круглосуточного враня, который им запихивают. То есть раньше так, выходил там тот же телепузик Криси Табора и давал порцию враня. А сейчас уже, чтобы вы понимали, просто суют людям это вранье. И просто уже сзади бьют кувалдой так, чтобы не останавливалась. Не задерживаясь там в пищеводе, чтобы все сразу попадало в желудок, понимаете. У многих уже желудок не выдерживает. Вот. То есть люди хотят объединяться. Значит, все эти розыгрыши, которые мы видели в последнее время, одни за тех, другие за других, они не так эффективны, как этого ожидал Плохотнюк и вся эта ГОП-компания. Значит, попытка Додона забить клин, я четко понимаю, что это было задание Плохотнюка. То есть Игоря заставили, он просто слабый парень, понимаете, к сожалению. То есть и Додона заставили просто выйти, скажи, вот выйди, скажи, там очень плохо что-то про Усатого, чтобы у Плохотнюка были четкие гарантии того, что как бы не будет левоцентристской коалиции, там наша партия, партия социалистов и так далее. Ну, Додон попытался убедительно рассказать на всю страну о том, что Усатый это... Оказывается, он меня привел, вы понимаете, он меня привел, попытался привести меня в политику, нашел в какой-то группировке, как он сказал, да, а вот во мне остался внутри бандит, и у Додона ничего не получилось. И вообще Игорь Додон даже говорит, что он меня заводил в какие-то кабинеты к своим друзьям, которые меня не хотели предпринимать, не хотели со мной разговаривать без вмешательства Додона. Вы знаете, для тех, кто меня знает, и для тех, кто знает похуже мою биографию, хочу напомнить, что я живу в Москве с 2004 года, и когда Додон был солдатом в партии коммунистов на тот момент, и там его растел ворону, да, то есть у меня уже были какие-то амбиции, были какие-то уже проекты, пусть на стадии, скажем так, на стадии зачатия-то было все, да, в 2004 году, в 2006-2007 я уже шагал очень громко, и сегодня Додон, когда рассказывают, что он меня лоббировал, вы знаете, это звучит так же смешно, если бы я вышел и сказал, что я несколько лет назад познакомил Додона с примаром села Садово, в котором он родился, понимаете? Ну, для чего он это делает? Объяснение только одно, и, по крайней мере, в офисе Плохотника они открыто говорят о том, что, говорит, слушай, ты не выступай, как бы сильно много, потому что, ну, говорит, это как бы задача, Влад четко сказал, что Доди должен был доказать, что он с тобой полностью там порвал, и не может быть никаких союзов с нашей партией и так далее. Значит, Додон вышел после этого на следующий день в новое какое-то интервью, в котором, в новом интервью уже российским СМИ, он уже говорит о том, что меня не группировка финансировала, меня финансировала одна из силовых структур России. Так пусть он определится все-таки. Группировка меня финансировала, из которой он меня вытащил, или все-таки силовая структура, а то что-то уже, ну, пованивает, понимаете, этим бредом. Ну, я не хочу, я говорю, значит, все ждали, в том числе и Плохотнюк, и вся страна, что сейчас выйдет усатый, и начнется сразу, куркан такой-сякой, туда-сюда и так далее. Послушайте, жизнь все расставит на свои места за то, что он позволяет себе на расстоянии меня оскорблять, значит, ну, говорит о том, что он даже не мужчина, понимаете. То есть биологически, да, он мужчина, то есть у меня нет другой информации, как бы, но кто вон, вы все поняли, и жизнь покажет, чего добивался Додор, и чего добивается Додор. Ренат Усатов. Меня беспокоит сегодня ситуация, не то, что Плохотнюк разводит Додона и как-то его использует, это очевидно. Меня беспокоит то, что сегодня Плохотнюк своими вот этими розыгрышами, комбинациями ставит под угрозу молдо-российские отношения. Да, у меня, например, в будущем, как я стал маромбельц, значит, появилась возможность на каких-то встречах поднимать какие-то вопросы, связанные с экспортом, с мигрантами, и были определенные успехи. Там 23 компании смогли экспортировать фрукты. Первый, молдавская компания, которая получила разрешение на ввоз алкоголя в Российскую Федерацию, там первые две компании, молдавские, империал Вин, мол, Норд, тогда я ходатайствовал. И сегодня нам нужны эти дружеские отношения. И за счет какого-то паранойка, чуть-чуть наркомана, чуть-чуть сумасшедшего, сегодня это все, ну, знаете, начало шататься. Почему сегодня несколько тысяч, несколько тысяч компаний, которые есть в Молдавии, могут в один день лишиться возможности экспортировать, да? Почему сегодня сотни тысяч людей, которые работают в Российской Федерации, должны переживать из-за того, что сейчас их всех отправят в Молдавию? Почему какой-то негодяй, выходит с инициативой о введении этого, а выходит с инициативой, дает команду, и пять российских дипломатов становятся персонами Нонград. Якобы шпионаж, якобы общаются с оппозиционными партиями. Хочу объяснить всей стране и идиоту по фамилии Плохотнюк, я не хочу оскорблять Плохотнюка. И вообще, строить я их и получать с них я буду очень цивилизованно, да? Я не хочу оскорблять кого-то из них. Но вы понимаете, у меня иногда бывают такие душевные прорывы, когда я встречаю людей по всей Москве, вот то, что побудило меня сегодня выйти в лайф, да? где люди как бы говорят, говорят, Рената, вот нас отправят домой, вот они отправили там в Россию обратно вернули пять дипломатов, бедные люди, кто-то их называет пятью послами и так далее. Значит, я говорю, ребят, вот Плохотнюк все это устроил, будем как-то из этого всего, будем из этого всего как-то выходить. Значит, то, что я хотел сказать, значит, в каждом посольстве есть советники, которые кто-то там занимаются, мониторит внутреннюю политику в стране, кто-то отвечает за другие вопросы, значит, такие должности есть в каждом посольстве. Советники разных посольств всегда встречаются с правящими партиями, оппозиционными. Мы, например, в оппозиции, к нам приходят представители практически всех посольств, которые сегодня есть аккредитованные в Молдове. Почему сегодня? Для того, чтобы Плохотнюк показал, каковыми танками значит, сотни тысяч людей если не миллионы должны страдать. Поэтому наша партия категорически осуждает любые попытки Плохотнюка и всей правящей банды дестабилизировать ситуацию в стране, потому что сегодня, играя вот в эту войну с Россией, Плохотнюк дестабилизирует ситуацию в том числе внутри страны. Это раз. Пункт номер два. Значит, они обнаглели до того, что сделали то, что сегодня себе, что раньше себе не позволял ни один политик, ни один руководитель Молдавии. Значит, пункт номер три. Этот же Плохотнюк в интервью одному известному американскому СМИ четко заявил, что Молдова будет за мостом между западом и востоком. Сегодня Плохотнюк организовывает не мост, даже используя до дома. Он сегодня организовывает сегодня ров, значит, завтра это будет уже несколько километров траншея, а потом это будет просто пропасть. Мы всегда выступали за дружеские отношения с Россией, поэтому сегодня, когда происходят эти события в стране, я не могу быть в стране и наблюдать за этим. Я переговорил буквально 20-30 минут назад с членами Национального Совета нашей партии. Значит, мы пришли к следующей идее. Значит, так как сегодня был последний звонок, с чем я поздравляю всех детей и школьников, желаем здоровья, успехов, найти реально в жизни свой путь и добиться серьезно задуматься о том, какую пользу вы можете принести потом Молдове, поэтому сегодня, ребят, становитесь инженерами, учитесь на агроному. У нас сегодня в Молдове, как после войны, нужны люди разных специальностей, нам нужны реальные специалисты, поэтому последний звонок у детей сегодня прошел, а мы готовим последний звонок плохотнюку. Все знают, что будет протест под эгидой гражданского общества 11 июня в Кишиневе. Но, чтобы не ждать 11 июня и начинать готовить плохотнюка к последнему звонку, мы приняли решение, что в пятницу послезавтра значит, мы все наши сторонники значит, собираются в Кишиневе, значит, собираемся все в 10-30 утра перед Академией наук, это у нас получается пятница 2 июня, значит, пятницу 2 июня, ребят, пожалуйста, все наши сторонники, все те, кто являются членами нашей партии, кто поддерживает, собираемся перед Академией наук в 10-30 утра и оттуда пойдем с колокольчиками, значит, каждый дома, кстати, берите колокольчики, значит, берите колокольчики, у кого-то, кто ходит на рыбалку или у кого-то, папа рыбак, сосед рыбак, значит, есть колокольчики для закидушки, у кого-то есть колокольчики побольше, прошу только, ни в коем случае не снимайте колокола в местных церквях, то есть, этими колоколами приходить не надо, приходите с колокольчиками, значит, давайте начинаем готовить плохотенка к последнему звонку. Мы выходим на акцию протеста против провокатора Плохотнюка мы выходим на акцию протеста потому что он ставит под угрозу дружественное отношение многолетней между республикой Молдовой и Российской Федерации и мы выходим на акцию протеста, чтобы разбудить товарищей в Вашингтоне и чтобы они начали понимать что пока Плохотнюк докладывает об успешной борьбе с российской пропагандой, о борьбе с русскими танками, то как бы все дойдет до того, что пока они треснут Плохотнюка может быть у нас это получится раньше поэтому куда-то, стимас приятен то а ты лумя тот си коряо по сибилитате до аштиук винирди до уюня есть изи ди лукру есть вози ну тот си по сибилитате с яслом протест дар ваару глазе че тре здесь демняться свинец тос мафаца академии дештенцы шидя колу вас и мерзим держа в виде у него со сиафли пришединтели партилы демократ товару шел Плохотнюк шакола сни тут уж си фасим шной луи сын чепим улт ему сунет алуи Плохотнюк шпать и пионс предзащит держав брюнг сучит айт очевидно кто царай он пынеш капаку риджимул и толхарест ген република мулов поэтому сегодня ребят доведите пожалуйста до своих друзей до своих соседей что мы в пятницу выходим на последний звонок Плохотнюка ну против всех провокаций которыми они провоцируют Российскую Федерацию на ответный мир Российская Федерация это страна с которой меня с детства связывают дружеские отношения да я будучи советским ребенком ездил в Москву знал там уже все посольства на Мосфильм и сказал знал все общежития МГУ нынешней академии госслужбы и так далее понимаете сегодня для меня то что они делают это ну я это воспринимаю как личное оскорбление поэтому пожалуйста все в 10-30 утра собираемся перед академией наук и там вместе с нашими коллегами значит мы пойдем и начнем проводы Плохотнюка ребят этого человека нужно вытаскивать из политики за руки за руки за ноги за уши он никуда не уйдет самое главное что я вам хочу сейчас сообщить значит это план Плохотнюка значит на ближайшее время значит под любым предлогом провести все таки смешанную систему поэтому мы будем требовать чтобы Додон стал вместе с нами чтобы Додон стал вместе с народом и бросил все эти заигрывания Плохотнюком потому что он превратится в Плохотнюка номер два значит до конца лета у них должно быть все закончено с изменением в избирательной системе и самое главное чтобы хоть как-то успокоить людей а на самом деле они это сделают для того чтобы не успели подготовиться другие политические партии они готовят досрочные парламентские выборы по смешанной системе значит кто о них будет заявлять Додон Плохотнюк нам не важно важно что это делается все для того чтобы удержать власть чтобы режим Плохотнюка существовал в Молдове многие годы вперед значит поэтому мы должны допустить этого вы посмотрите какие пункты я всем рекомендую прочитать значит вышел очень интересный полезный материал на портале newsmaker.мд где написано про 10 таких комбинаций про которые вслух не говорит не Додон не тот же Плохотнюк значит сейчас я ее открою так где у нас эта статья значит тень на бюллетень 10 ловушек в проекте смешанной избирательной системы социалистов и демократов значит пока там Додон рассказывает какой я бандит как он пытался каться из меня сделать человек а кстати я жду до сих пор чтобы Додон публично рассказал вам и мне в том числе как я хотел его убить он там заявил что я ему угрожал физической расправой да мне ферришься значит ловушки ребят не буду их читать значит статья в ньюсмейкере сейчас я ее публикую в комментариях значит эти 10 ловушек вы должны знать и показать всей стране чтобы люди люди про них знали значит касаемо документального фильма расследования в котором вы увидите чем в течение года занималась ОПГ возглавляемая Владимира Плохотняко значит фильм у нас выходит в июне значит фильм у нас выходит сейчас вам скажу какое число вот значит фильм у нас выйдет 5 июня в понедельник вечером я думаю что 19.00 все уже будут дома поэтому 19.00 вы увидите столько материалов и столько конкретики сколько до сих пор еще Молдова такого не видела но это мы обсудим вместе с вами в прямом эфире в понедельник когда я публикую этот фильм а так ребят прошу всех выйти на протест против провокатора Плохотнюка против всех этих заигрываний которые они устроили в последнее время вместе с Игорем и другими товарищами поэтому ребят в 10.30 для тех кто подключился сейчас собираемся перед Академией наук идем Плохотнюку устраиваем последний звонок значит нужно остановить эту войну потому что сегодня Плохотнюк начал войну с Россией завтра он придумает какую-нибудь провокацию в Приднестровье ему начнут в этом подыгрывать нам не нужен конфликт сегодня ни с Россией ни с Приднестровьем нам не нужны конфликты вообще с нашими соседями сегодня а Плохотнюк сегодня для того чтобы остаться у власти поверьте если прижмет ему все равно пойти на вооруженный конфликт с Приднестровьем или организовать провокацию на румынской границе повесить это на русских то есть он пойдет на что угодно чтобы остаться сегодня остаться сегодня у власти вот поэтому вот такая ситуация и то что он готовит досрочные парламентские выборы это связано с тем чтобы сейчас люди не были готовы округа как они поделили знают только он и дадон и потом мы проснемся как бы ну вот народ хотел досрочный выбор пожалуйста вот кандидаты значит все начинают бегать пытаться как-то успеть участвовать и так далее не ребят эту комбинацию ни в коем случае нельзя допускать иначе конец малую поэтому давайте на доброй ноте предлагаю сегодня закончить сегодняшний лайф значит мы обязательно значит завтра поздравляем всех наших деток сегодня у одних детей тех что постарше был последний звонок завтра у всех детей все дети празднуют вместе с их родителями день детей это очень важный день я к сожалению не могу быть рядом с моими детьми это для меня очень печальная новость я не могу быть завтра с детьми завтра будет организован в 13.00 в центре Бельс красивый праздник для всех детей города Бельс и плюс наши активисты по всей стране завтра готовят мероприятие где-то больше масштаба где-то меньше но важно что сделайте завтра так чтобы ни один ребенок завтра не чувствовал себя одиноким сделайте так чтобы ни один ребенок завтра не грустил потому что дети это наше будущее а я сегодня борюсь за своих детей за ваших и за всех детей Молдовы я вас люблю всем хорошего вечера поэтому мы обязательно победим хотел показать по-другому но боюсь Мариан Лупу обидится что я его лишил эксклюзива пока